На первое занятие по изучению государственного языка пришли большинство из вошедших в группу курсантов. Всего в группе 21 человек, что примечательно, все дамы. В основном это сотрудницы Центра семейных врачей Басарабяска, поэтому и занятие было решено проводить в непосредственной близости от их рабочего места. Средний возраст учениц – 45 лет, самый младший из них – 21 год, самый старший – 61. Но, как известно, учение не знает границ, в том числе и возрастных. Тем более, если отсутствие языковых навыков мешает работе. Я записалась на курсы для того, чтобы познать лучше, выучить молдавский язык, так как мы его знаем не в совершенстве, а для работы нужно знать в совершенстве. В своей работе вы ощущаете потребность в знании румынского языка? Очень даже. Это необходимо, особенно для свободной разговорной речи. Тема первого занятия – Елсун Дин Молдова. С непривычки великовозрастным ученицам все дается нелегко. И произношение слов на румынском языке, и образование грамматических форм, и составление простейших предложений. Но их педагог Екатерина Антоновна Куфлик считает, что все эти трудности преодолимы. Меня очень обрадовало желание, огромное желание учеников, курсантов изучать румынский язык. А если есть желание, то это огромнейший шаг к достижению успехов. Обучение взрослых иноязычных граждан нашей республики государственному языку осуществляется с 2005 года Национальной ассоциацией европейских тренеров в Молдове. Программа стала возможна благодаря финансовой поддержке Верховного комиссара по делам национальных меньшинств ОБСЕ. Ее целью является содействие социальной, профессиональной и культурной интеграции русских, гагаузов, болгар, украинцев. В помощь обучающимся выпущены специально подготовленные для них дидактические материалы, в том числе и аудиоверсия программы. Бесплатные курсы по изучению румынского языка организуются, как правило, в населенных пунктах с компактным проживанием русскоязычного населения. Таким городом является и Басарабяска, где программа действует уже второй год подряд. В прошлом году государственный язык изучали представители местной публичной власти. Нынешние курсанты пока начали обучение на первом, начальном уровне, который предполагает элементарное владение навыками разговорной и письменной речи. Начальный этап изучения румынского языка в этом году рассчитан на пять месяцев. В конце января все курсанты сдадут экзамен письменный и не получат диплом о кончании первого курса изучения румынского языка. Начальный этап называется. Если будут желающие, конечно же, мы продолжим изучение румынского языка на втором этапе. Завершает цикл третий, продвинутый уровень для профессионалов. Но занятия в этих группах уже проводятся платно. Продолжение следует...